Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Но остались воспоминания её близких друзей, людей, знавших Татьяну Михайловну лично. И, наверное, не только как державшую всю съёмочную группу в ежовых рукавицах, а как человека очень чуткого, тонкого и порой даже ранимого. Потому что такие фильмы не могли быть созданы, а самое главное, так долго жить, если бы их не делал талантливый, очень тонкий человек, большой-большой мастер Татьяну Михайловну Ливозну. Вы абсолютно точно определили тематику нашей программы, что культурное путешествие именно по Москве Татьяны Ливозной. Безусловно, она снимала в разных частях нашей большой страны и за рубежом, но Москва всегда присутствовала в её жизни. Сегодня мы поговорим об особом, наверное, одном из самых известных фильмов о Москве, Тритополе на Плющихе, который, вот, казалось бы, снимался большей частью в замкнутом пространстве, в машине или в квартире. А он самый московский, по мнению многих зрителей, ну или один из самых московских, запечатлевших нашу столицу 60-х годов. То же самое можно сказать о карнавале уже начала 80-х. Москва в её жизни присутствовала всегда, она была коренной москвичкой, действительно, родилась неподалёку от Рижского вокзала, супротив него на Крестовской заставе. Когда-то считалось, что мост Крестовский есть граница Москвы. Я даже знаю людей пожилых, наверное, они ровесники были, Татьяна Михайловна Леозновой, которые говорили, что Москва дальше заканчивалась. У Рижского вокзала, мы прекрасно знаем, что дальше проспект Мира, дальше ВДНХ, новые районы, но вот в их понимании старая Москва, здесь была граница. И здесь же находилась и находится сейчас Большая Переславская улица, или как старые москвичи её называют Переславка. Именно там родилась и прошло детство Татьяны Леозновой. Она даже говорила в своих интервью, немногочисленных, к слову сказать, нужно, что я родилась на железной дороге. Ну, потому что мост-то появился позже, а когда-то это была просто развилка разных железнодорожных путей. Здесь был их дом. Родилась Татьяна Михайловна в 1924 году. Действительно, этим летом, 20 июля, мы будем отмечать её столетие, ну, собственно говоря, весь год будем отмечать. Кстати, такая ремарка, немножко отходя от Переславки. Всегда дни рождения Татьяны Леозновой, особенно в последние годы её жизни, юбилейные даты отмечались концертами музыкальными. И это не случайно. И это не случайно, поскольку лучшие композиторы, Микаэл Теравердиев один, чего стоит, работали с нею. А песни, которые звучали в фильмах, кажется, что ну вот такая жёсткая в работе, такая нетерпимая ко многому, бескомпромиссная. Не только в каких-то творческих вопросах, но часто и в личных взаимоотношениях с людьми. А такие тонкие песни, как она выбирала стихи, как она тщательно их отбирала, именно стихи, не только готовую песню, да, а работала с композиторами, с артистами, вокалистами. Один только пример. Ну, кажется, как можно было бы переспорить или, во всяком случае, подступиться к такой глыбе, как Иосиф Давыдович Кобзон. А ведь на записи, как известно, песен для фильма «17 мгновений весны» их было больше, но вошли фильмы, те, которые вошли. Главное требование, какое было у Татьяны Михайловны, чтобы пел не как Кобзон. Иосиф Давыдович не мог понять, как он, человек уже известный, маститый артист, как он должен изменить самого себя. А оказалось, вот Лиознова нашла в нём что-то другое, другую сторону, другую интонацию, иной лиризм. И получилось, что песни из этого фильма стали культовыми, и одними из главных в его репертуаре не проходило ни одного концерта. И нам с вами доводилось слышать в живом исполнении, да, из Давыдовича на его концертах, песни из фильма, из телевизионного фильма. Как настаивала Лиознова, она не любила слова сериала, она вообще очень многое не любила и настаивала на своей правоте. И оказывается, что эти песни звучат более 50 лет. Её фильма вообще сложно без музыки представить, и это глубоко корнями в её детство уходит. Можно вспомнить, что у неё же абсолютный слух, а была её мечта играть на скрипке, но не сложилось. И она такой тоже эпизод описывает, что они шли по улице и в поисках скрипки. Денег тогда у них было немного, но тем не менее, всё-таки нужную сумму они набрали, идут по улице и слышат звуки скрипки. Ну, такие довольно, да, тяжёлые. И после этого Татьяна Михайловна поняла, что так на скрипке она никогда не будет играть, и на скрипке сфальшивить нельзя. Поэтому этот вопрос был для неё закрыт, но музыка сопровождала её всю жизнь. Другой разговор, какой ценой композиторам давалась. Работа с Лиозновой, конечно, самые такие примечательные воспоминания оставил Максим Дунаевский с фильмом «Карнавал». Ну, вот такое требование Татьяны Михайловны, чтобы песни были, как у твоего папы Дунаевского. Чтобы они стали шлягерами, завтра зазвучали, были слышимы. И когда... Это очень озадачило. Это очень озадачило Максима Дунаевского. В особенности озадачило его, что первый, второй, третий, четвёртый, пятый и так далее варианты не утверждались Лиозновой. Ну, может быть, он иронизирует, может быть, было так на самом деле, что когда он принёс первый неутверждённый вариант, Татьяна Михайловна сказала, ну, вот ты же можешь делать. То есть, оказывается, что можно было с первого уже варианта согласиться, но она искала варианты. Кстати, она иногда допускала такие, может быть, на грани фола, что называется, поступки во взаимоотношениях, действия во взаимоотношениях с творческими людьми, понимая, каким образом их в хорошем смысле можно уязвить. Ведь когда работал над карнавалом, Татьяна Михайловна однажды вздохнула и сказала, надо позвать Жору Мавсисяна. После этого Максим Дунаевский принёс в отчаянии уже песню. Он не хотел, чтобы его коллега Георгий Мавсисян вот вошёл в эту работу. Творческая ревность нормальная, да? Вот так работал Лиознова. Можно по-разному судить, да, и говорить. Вообще, мне кажется... Но результат ведь ваш? Безусловно, но мне кажется, что случайных людей в её жизни не было. И вот, например, говорят, что довольно сложно у неё были отношения с другими женщинами. Но я вспомню сюжет, который, да, он, в общем-то, общеизвестный. Когда она снимала Татьяну Доронину в фильме «Тритопли на плющихе», что в какой-то момент Доронина отказалась сниматься, потому что не любила мороженое. И Татьяна Лиознова была вынуждена уступить ей. Это, да, известный такой сюжет о том, что была киногруппа, она наблюдает за «Железной леди», как она поступит в этом, да? Потерять свой авторитет? Потерять свой авторитет или всё-таки... Сохранить Доронину. Сохранить Доронину в кадре, потому что всем хорошо известен характер Татьяны Васильевны, да, Дорониной. И она могла уйти из кадра, и фильм мог распасться, просто развалиться, потому что она с самого начала ещё со сценарного её представляла в этой роли, и всем прекрасно понятно, что без Доронины этой великой картины не было. И Татьяна Михайловна Лиознова уступила актрисе, диве тогдашней, да? Она посчитала, что ради кино она потеряет свой авторитет. Ничего, она снимет этот, снимет в буквальном смысле сценарно эту картину, не будет есть Доронина мороженое, не будет этого, но мы будем двигаться вперёд. Вот это её характер. Когда-то, в каких-то вот таких ещё студенческих годах он был закалённый, надо вообще сказать, что жизнь, московская жизнь Татьяны Лиозны, она прошла в таком определённом квадрате или треугольнике, большей частью. Вот мы обозначили место её рождения и детство довоенного. Надо вообще сказать, что до войны она прожила 17 лет, она очень хорошо помнила своего отца. Но в 1941 году инженер-экономист, он ушёл в народное ополчение и зимой 1941 года погиб под Москвой. Они остались с матерью, и несколько дядей умерли. Она сказала, всех мужиков у нас в семье выкосила война, мы остались с матерью. И дальше вот эта жизнь её, она продолжилась во ВГИКе, который, как известно, располагался и располагается совсем неподалёку, через мост немножко проехать и дальше. В окрестности начинается ВДНХ, улица Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пико впоследствии. Кстати, Марат, можно напомнить, что могла она связать свою жизнь и с Московским авиационным институтом. Она там проучилась один семестр, поняла, что это не её, и отправилась во ВГИК, а тогда экзамены проходили в знаменитом доме кино на Васильевской улице. Да, Герасимов становится её учителем на всю жизнь, учителем больше, чем учителем отцом, фактически. Но тоже, кстати, волей судьбы, ведь набиралась она сначала к Пудовке, ну и туда попала, но он с преподавательством довольно быстро завязал, и она попала к Сергею Герасимову и к Татьяне Макаровой, и этот человек стал главным в её жизни, и не просто учителем. Мне кажется, она нашла в нём отца, которого рано потеряла. Она нашла в нём отца, она искала отца, и она нашла в нём, конечно, и педагога, и мастера очень большого. И надо вообще сказать, что он её ведь привлёк к работе в «Молодой гвардии». Но это известная история о том, что танец Инны Макаровой, Кармен в фильме «Молодая гвардия» поставлен Лиозновой. И, конечно, была большая школа. А дальше опять, вроде бы, рядом в ГИК перейти дорогу нынешняя студия имени Горького, её родной дом. Но он не сразу стал, как известно, её родным домом, поскольку, да, она была зачислена и почти сразу же была уволена. А период был сложный, кто-то его называет «малокартинем» по разному роду причинам, да, она вынуждена была покинуть родную уже студию и вернуться обратно в свою коммунальную квартиру на Переслав. Где вместе с мамой и со своей подругой они шили халаты. Конечно, Герасимов помогал в чём-то творчески, давал ей и другим студентам таким неприкаянным работу. Даже однажды совершенно это было ему не нужно, только лишь из таких человеческих соображений он с ними решил поставить спектакль по какой-то там китайской небольшой, там старинной даже пьесе. Они её растянули на целый спектакль. В общем, ради заработка пытался помочь студентам. И вот уже в начале 50-х годов она вновь возвращается в кинематограф. И надо вообще сказать, что этот район, эту свою Москву вокруг Рижского вокзала, она никогда не забывала, даже уехав из этого района. Правда, ты уехал-то не очень далеко на Звёздный бульвар, а в район ВДНХ и телестудии. Но главное, что кто помнит картину «Карнавал», прекрасно знает, что Татьяна Михайловна, когда за кадром рассказывала о ней, называла её самым главным автобиографическим фильмом моим. Это о моей жизни, хотя сценарий-то подготовлен был Анной Родионовой, такой сценарист. Она, кстати, оставила тоже воспоминания о том, как ей работалось с Татьяной Михайловной. И вот для меня они были открытием. Они открытием были в том, что сценарист, работающий с ней рядом, в такой тесной творческой работе, совершенно не видела в Татьяне Лиозновой, жёсткого человека. Она видела в ней требовательность, она видела в ней волевые качества. Но всё, что многое рассказывали актёры, что было студийным таким фольклором, не попадаться на глаза Лиозновой, не подходить к ней близко, не разговаривать с ней на какие-то ненужные темы, потому что можно было сразу получить. Вот этого всего Анна Родионова не видела в ней, а считала, что всё это скорее мифы. А в основе этого действительно требовательность. Ведь надо понимать, и сейчас кинематограф – это искусство, но это и производство. Татьяна Михайловна говорила о том, что поскольку она рано потеряла отца, возможно, это повлияло на выбор её такой мужской профессии. Но тут, мне кажется, Марат, нужно сказать и об её маме, с которой она жила всю жизнь. И, кстати, Ида Израилевна, её мнение очень ценилось на киностудии имени Горького. Да, это тоже такая часть фольклора, киностудия имени Горького. Была такая замечательная, она есть, конечно, но такие у неё были известные представители этой творческой семьи Бритиковых. Был друг многолетней Татьяны Михайловны Леозновой Григорий Иванович Бритиков, директор киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. А нам хорошо извест нашему уже поколению лондонские репортажи нашего родного холдинга ВГТРК. Много лет оператором в Лондоне телеканала «Россия» был Дмитрий Бритиков, к сожалению, несколько лет назад ушедший из жизни. Это вот его папа, известный деятель советского кинопроизводства. Так вот, Бритиков, когда проводил совещания годовые относительно того, какие новинки вышли на студии, какие плюсы и минусы, в конце всегда спрашивал, а что на этот счёт считает Ида Израилевна? И все смотрели по сторонам и думали, кто же это? Молодые, конечно. А это была мама Татьяны Леозновой, которая была, как она говорила, женщиной с тремя классами церковно-приходской школы, не очень грамотная, но она была, как она рассказывала, когда шёл фильм или телевизионная программа, она относилась к этому так серьёзно, что нельзя было её отвлечь ни от чего. Она считала, что это чей-то труд, его надо уважать. А ещё было правило, что она на каждый фильм, выходящий на студии, имела своё мнение, и поэтому это мнение потом перекочёвывало, так или иначе, конечно, на студийное обсуждение. Мама действительно была главным для неё человеком, опять возвращаясь к карнавалу. Это же фильм, который Татьяна Михайловна посвятила своей матери. Посвятила, она об этом говорила. Татьяна Михайловна всегда, если многие сюжеты она не освещала или оставляла в тени, ну а маме она всегда говорила с гордостью. И карнавал ей посвящён. И все прекрасно помнят актрису Алевтину Румянцеву. Это, кстати, любимая актриса Татьяны Лиозновой, которая часто снималась у неё. И вот образ матери, героини Ирины Муравьёвой, это образ матери самой Татьяны Лиозновой. Ирина Муравьёва. Продолжение следует...